Неопытным водителям могут запретить управлять мощными автомобилями. С такой инициативой выступили правозащитники после очередной трагедии на Кутузовском проспекте. Дорогой спорткар на бешеной скорости сбил пешехода, а после столкновения с другим автомобилем загорелся. За рулем были представители так называемой «золотой молодежи». Свои лихие заезды они регулярно выкладывали в соцсети. Итог этой гонки – трое погибших, еще трое в реанимации. Дмитрий Блинников продолжит. Давай с места! Давай с места! Давай! Раз, два, три! Спортивные машины срываются с места. За рулем совсем молодые люди. Ищут острых ощущений. Юные мажоры выскакивают на тротуары, пролетают на красный свет, распугивая пешеходов. Это что за машина? Это человек, который накажет любое БМВ. Человек в белой футболке – Рахматулла Гаджиев. Минувший четверг он разбился насмерть. Именно Гаджиев стал виновником страшной огненной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Давай, давай! Давай, давай! Аккуратно! Ночью Гаджиев с друзьями устроил очередной заезд. На Мерседесе стоимостью 10 миллионов рублей разогнался до 200 километров в час. На разделительной полосе насмерть сбил пенсионерку. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу. И там он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом столичной социальной службы. Несколько машин. То есть они гонялись не от Мерседеса, а еще впереди стояло две машины. Они были вместе. Две проехало вперед, а одна вот так вот столкнулась. Произошли хлопки какие-то. Сразу машина вспыхнула и все. 22-летний Гаджиев и его 21-летний приятель сгорели в машине. Водители и двоих пассажиров социального патруля спасатели долго вытаскивали из кабины. А теперь врачи пытаются вытащить их из комы. Вообще в хлам. Погибших, как пишут в интернет-сообществах, видели в компании скандально известной гонщицы Мары Багдасарян. Самого Гаджиева в соцсетях называют представителем золотой молодежи. Его сестра рассказала, что он любил автомобили и гонял по улицам. Машина интересная. Это первая была машина? Нет, много машин. Столичные стритрейсеры давно облюбовали Кутузовский проспект, широкая дорога и многим домой по пути. Местные жители многих гонщиков хорошо знают. Стильно одетые, молодые, на очень дорогих машинах, на которые вряд ли могли сами заработать. Но себя считают хозяевами жизни. Ремнями не пристёгиваются, выжимают газ до максимума. На спидометры не смотрят и вообще никого и ничего вокруг не замечают. Жалко тех, кто гибнет из-за них. То, как погибают эти парни, они погибают, в принципе, по глупости. Это своеобразная стая такая. Она как бы живёт по своим законам. И обычно в стае, ну как, тот хоть любой хочет выделиться. Именно на Кутузовском проспекте Мара Багдасарян попала в аварию, в которой погиб её друг. И здесь же белый Мерседес 20-летнего Аркадия Смелова насмерть бил мотоциклиста. Рулить Смелов доверил своей подруге, потому что был пьян так, что не держался на ногах. Но в какой-то момент внезапно схватился за руль. Давай, на ручку гибайте снова. Аркадия Смелова на два года лишили свободы. Мару Багдасарян водительских прав, а Руслана Шамсуарова Гелендвагена, на котором он гонял по тротуарам. После последней аварии на Кутузовском проспекте правозащитники предлагают вообще запретить продавать водителям до 25 лет автомобили с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил. Автор идеи, юрист Марат Аманлиев уверен, молодые мажоры просто не созрели для того, чтобы доверить им скоростные машины. Не ощущают ответственности за свою жизнь, за жизнь окружающих. Они ещё не готовы к таким мощным автомобилям. Ветер в голове, хочется, грубо говоря, повыпендриваться перед своими друзьями, дать газу, пожиганить. Но это всё оборачивается вот под такими ужасными случаями. Ужасный случай на Кутузовском проспекте привёл к тому, что в соцсетях на страницах стритрейсеров наконец стали появляться записи с призывами не лихачить за рулём. При всей дикости выходок мажоров показных заездов стало меньше. То ли гнев общественности наконец почувствовали, то ли гибель товарищей слишком страшный пример. Дмитрий Блиников, Павел Глазунов, Яна Новикова, Олег Добин. Неделя в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова